Все обстоятельства, конечно же, я сейчас не напоминаю, потому что в основном они многократно описаны в публикациях в СМИ, описаны достаточно корректно, но тем не менее, какую-то основную канву напомню, и это даст представление о том, как приходится работать в условиях реальной чрезвычайной ситуации. Потому что так получилось, что на прошлой неделе мы отмечали 85-летие системы гражданской обороны, и очень многие поздравительные пожелания, они начинались с того, что пусть разные ситуации, они остаются учебными, и чтобы их было как можно меньше реальных. И вот в пятницу, рано утром, само столкновение было в 3.39 утра, поезд номер 60, который следовал из Петербурга в Нижний Новгород, столкнулся с автобусом «Мерседес», который следовал с рабочими в направлении от Москвы, Московской области, в Оренбургскую область, на границу с Республикой Узбекистан. И в автобусе с номерами Республики Казахстан находилось 58 человек, 55 граждан Узбекистана, трое граждан Казахстана, и в результате происшествия пострадало 20 человек, в том числе 3 ребенка, 17 из которых погибло, и в том числе двое детей. И действовали достаточно быстро, потому что информацию быстро довели до диспетчера службы 0.1, и первые экипажи улицы скорой помощи, они приехали буквально через несколько минут. Надо сказать, что в данном случае 20-минутные нормативы, которые у нас установлены для доезда машин скорой помощи, были существенно перекрыты. И всего у нас 6 автомобилей, Александр Викторович принимал участие. Да, 6, потом еще 2 автомобилей. И, конечно, мы бы хотели здесь врачей, в первую очередь врачей скорой помощи, поблагодарить за оперативную и квалифицированную работу. То, что эта работа проводилась очень квалифицированно, это подтвердили и представители Министерства здравоохранения, которые приезжали к нам во главе с начальником департамента скорой медицинской помощи, и бригада очень квалифицированных врачей из Республики Узбекистан, которые прибыли в составе делегации, возглавляемой первым заместителем министра чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан. Вот в составе этой достаточно большой делегации был и заместитель министра здравоохранения, и ряд лучших врачей в Республике. И работа с ними, она шла в течение всей субботы, и надо сказать, что подробнее об этом расскажет Александр Викторович, поскольку все действия, которые предпринимали наши доктора, они были признаны обоснованными, своевременными, хотя, конечно, мы имели огромные риски, в первую очередь, по транспортировке, в частности, по транспортировке детей. Был огромный риск в том, чтобы их везти, везти в нашу детскую больницу, тем не менее, это было сделано, и было принято решение о проведении операции, но, к сожалению, мальчик погиб. Мальчик погиб, при этом, надо сказать, что состояние было тяжелейшее, подробнее вам расскажет Александр Викторович, и ответит на необходимые вопросы. Что принципиально хотелось бы отметить? Достаточно быструю работу по открытию пункта временного размещения, потому что уже в 5 часов утра шло оповещение о сборе на комиссию по чрезвычайным ситуациям к 7 часов. В 7 часов на территории района, Петушинского района, введен режим повышенной готовности для всех сил и средств. И с 7 часов начато размещение всех пострадавших в пункте временного размещения, местом которого был выбран Дом культуры по Крове. По транспортной доступности он расположен очень удачно, находится совсем рядом с администрацией, с администрацией города. И там был достаточно удобный доезд, и представителей СМИ в том числе. Надо сказать, что параллельно страны РЖД вместе, вот в контакте с нашими, со всеми службами решались вопросы жизнеобеспечения по поезду номер 60, потому что 356 пассажиров находились в составе, и уже в 10.47 поезд убыл по пути следования. До этого была проведена огромная работа по расчистке путей и обеспечению его дальнейшего движения. И надо сказать, что нам есть кого благодарить по этой ситуации, потому что для нас принципиально важно, что вопросы, которыми в том числе средства массовой информации задавались в течение дня, в пятницу, среди них на первый план вышли вопросы гуманитарного человеческого характера. Хотя, конечно, практически сразу возникли вопросы о том, кто и куда следовал, были ли это легальные иммигранты или нелегальные. Но, тем не менее, очень радует, что все понимали, что основной приоритет – это спасение жизни и здоровья людей. И во вторую очередь, конечно, встали вопросы, каким образом, какие обстоятельства трагедии, являются ли эти иммигранты нелегальными. Но вот на тот момент, и это была главная наша задача, надо было действительно спасать живых, им помогать, и пострадавших. При этом у нас решалось достаточно большое количество задач, потому что организовывалось питание, организовывалось очень быстро питание пострадавших в пункте временного размещения. Сначала это там чай, бутерброды, предоставление необходимой одежды, там, включая носки, верхнюю одежду, предметы гигиены, обеспечение нормального санитарного режима для большого количества людей, а это не только 38 человек пострадавших, это сотрудники МЧС, порядка 20 человек, это порядка 30 человек, представители следственных органов, которые прибыли к нам, представители Республики Узбекистан, Узбекской диаспоры, это еще человек 10, которые постоянно находились на месте. То есть вот здесь и областная администрация, и администрация Петушинского района, администрация города Покров, очень оперативно решали множество вопросов, которые здесь возникали. И вот вы совершенно справедливо отмечали, что откликались предприниматели. Вот им надо сказать человеческое спасибо, потому что, скажем, по питанию, директор общества с ограниченной ответственностью Пахомов Игорь Александрович, генеральный директор ООО «Викон» Виктор Федорович Кондрашин, директор ООО «Скорпион» Геннадий Александрович Акутин, директор Покров «Вода» Хухарова Ирина Анатольевна. Вот я этих людей называю специально, потому что им огромное спасибо за тот человеческий отклик, который они проявили. Наша социальная защита. Вот у нас говорят о том, что социальная защита может в принципе решать любые будут абсолютно задачи, и они это очередной раз подтвердили, потому что вот в 6.40 в соцзащите получен сигнал о прибытии в администрацию района на заседание КЧС, и уже в 7 часов руководитель соцзащиты Ригачева, Петушинского района, принимал участие в этом заседании. В 7.45 уже была собрана рабочая группа. И далее там горячее питание, чай, в 13 часов уже горячий обед, 38 продуктовых наборов в дорогу, 38 наборов личной гигиены и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти отклики, они нам действительно помогли в очень сжатое время преодолеть обстоятельства этого очень масштабного, катастрофического, по сути, события. Потому что здесь надо было состыковывать с очень многим ведомством, и здесь весь ход работы губернатор держал под личным контролем с самого начала. И был образован наш штаб, который возглавил мой коллега Александр Борисович Челубаков, заместитель губернатора в области. Ренат Булат, отчигаев, как заместитель губернатора, занимался взаимодействием с предпринимателями, о помощи которым я уже вам сейчас рассказывал, при этом назвал далеко не всех, кто помогал. Потому что были, извините, и такие вопросы, как, скажем, помощь в ритуальных услугах. Потому что отправка тел погибших, это, по сути, огромная операция. И она требует не только присутствия всех уполномоченных структур, как то, там, Роспотребнадзор, Департамент здравоохранения, судмедэкспертиза. Но это требует еще квалифицированных действий сотрудников ритуальных служб, которые должны очень быстро изготовить гробы, изготовить цинковые гробы и многое-многое другое. И менее чем за 48 часов, вот с момента данной аварии, вот у нас уже и тела большей части погибших, и представить, и все граждане, вот, Узбекистана, которые были живы и не ранены, они на спецборте Министерства обороны Узбекистана были отправлены, там, в 21.30 на родину из аэропорта Раменская. А это потребовало тоже большой работы наших дипломатов, потому что надо было экстренно обеспечивать коридор для самолета. И много-много чего еще. Это была, подчеркиваю, огромная работа, в которой мы взаимодействовали с нашими силовыми, со всеми ведомствами, где действительно подтвердило свою квалификацию наше главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций, которые действовали, как всегда, говорится, слаженно, не считаясь, там, ни с вопросами своего времени, ни с... вот, любые вопросы, которые возникали, они решались очень быстро и квалифицированно. И я могу сказать, что нам есть за что сказать спасибо по этой ситуации и директору департамента предпринимательства Сергею Александровичу Кошелеву, который также работал с предпринимателями, директору ООО «Дишта» Андронову Владимиру Викторовичу, директору «Винатека» Заянковской Оксане Дмитриевне, директору ООО «Стиль» Штыковой Елене Анатольевне, директору «Пеликан ВН» Лебедевой Наталье Владимировне, индивидуальному предпринимателю Мамедову Салимату Бейнатоглы, представитель Совета Петушинского и РАИПО Наталье Борисовне Беловой, директору «Покровского хлеба» Гермышева Ирине Аркадьевне. И вот здесь можно очень долго перечислять, потому что РЖД предоставил каждому пострадавшему материальную помощь в 5 тысяч рублей, потому что многие решили с каких-либо наличных денег. Вот у нас объединение строителей помогало исполнительный директор Тарасов Алексей Борисович, глобус наш, управляющий гипермаркетом, глобус Баранов Николай Львович, амбитус Максимов Игорь Николаевич, директор кластера Владимира Западной торговой сети «Пятерочка» Матюхин Евгений Александрович, известный всем Эльдорадо Осипов Дмитрий Викторович, директор трио «Шахов» Андрей Валентинович, директор интерга «Харитонов» Николай Иванович, индивидуальный предприниматель «Волоза» Зиновий Львович, Виктория Сальникова Виктория Александровна, дом «Пряника» Сердюк Ирина Александровна, Покровский «Пряник» Вахлин Виктор Геннадьевич, мандолист «Русьстарцев» Максим Владимирович. Вот все это люди, с которыми было живое взаимодействие, и которые откликнулись на необходимость помощи в этой ситуации. Им просто всем еще раз хочется сказать спасибо. И для нас принципиально важно, что мы действительно показали образцы достаточно высокой слаженности работы, ну и еще раз спасибо врачам за их профессионализм. Мы не всегда говорим спасибо, когда вот люди этого достойны. В данном случае хотел бы сказать большому количеству людей, и извините, если кого не назвал. Потому что я не знаю, к сожалению, фамилии тех представителей православной общины, покрова, которые пришли и принесли одежду. Но вот они пришли, сказали, что они об этом услышали. Сказали, что мы пришли будет помочь людям. И они не спрашивали, сколько православных среди пострадавших. Потому что вот в условиях, когда возникают чрезвычайные ситуации, гибнут люди, то у горя нет национальности. Вот это хотелось бы тоже подчеркнуть. У нас достаточно оперативно сработала администрация города Покрова. Потому что вот все, кто в администрации работал, они постоянно находились в ПВР, там вот до глубокой ночи, вместе с пострадавшими. Редактор субтитров А.Семкин